МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 подводит итоги дня. Засекреченный кандидат к губернатору показал лицо в бюллетене. Замруководителя с фальшивым дипломом. Снова криминальная история с начальством Горводоканала. Они не платят алименты, приставы опутали должников социальными сетями. Ответить за украденные миллионы экс-председателя избиркома доставят на родину. Борьба за честные закупки. Волгоград в лидерах. Волгоград – город активных граждан. Здесь избежали разночительных госзакупок благодаря общественности. Это отмечено в Москве на форуме по итогам проекта за честные закупки Общероссийского народного фронта. Проект вне политики успешно сработал в нашем регионе. В качестве примера история срыва закупки двух дорогих иномарок для депутатов областной думы Леонида Титова и Владимира Попова. Они, кстати, сейчас снова участвуют в выборах. Контракт на поставку шикарных авто для депутатов расторгли благодаря реакции общественности. Деньги пошли на микроавтобус для паралимпийцев. Сегодня Волжский городской суд приговорил бывшего главу Среднеохтубинского района Сергея Тихонова к двум годам условно и штрафу в полмиллиона рублей. Тихонов признан виновным в мошенничестве. Причастным по делу следствие считает и депутата Госдумы Николая Паршина. Нижняя палата парламента уже лишила его депутатской неприкосновенности. Диплом о высшем образовании заместителя директора МУП Горводоканал Волгограда Сергея Скачкова оказался поддельным. На самом деле муниципальный служащий не учился в Волгоградском государственном архитектурно-строительном университете. Скачкову грозит два года лишения свободы. Напомним, что это не первый криминальный скандал, связанный с руководством предприятия. Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении другого, теперь уже бывшего заместителя гендиректора МУП Горводоканал Волгограда Дмитрия Бондаренко. Ему грозит до семи лет лишения свободы за коммерческий подкуп. Интернет пришел на помощь в борьбе с должниками. Приставы создали в одной из социальных сетей группу «Они не платят алименты» и разместили фото злостных неплательщиков. Эти люди должны сотни тысяч рублей. Эффект есть, кое-кто поспешил заплатить. Так один из должников через несколько дней после появления на доске позора погасил долг в 100 тысяч рублей. Ранее приставы расклеивали объявления с фотографиями должников на столбах. Бывший председатель избиркома Кировского района Волгограда Олег Сиренко больше не состоит в комиссии и лишен иммунитета. Сегодня Волгоградский областной суд признал законным это решение Кировского районного суда. Напомним, Олег Сиренко оказался в центре скандала во время прошлогодних выборов в Волгоградскую гордуму. Сиренко был смещен с поста председателя комиссии, но остался ее членом. После выборов уехал за пределы России. Его объявили в международный розыск. Он был задержан в марте этого года в Болгарии по подозрению в хищении 65 миллионов рублей. Сейчас Сиренко в Европе ждет экстрадиции. Избиркомы Волгограда и Волжского получили информационные бюллетени. Граждан приглашают на выборы 14 сентября. Так у избирателей появилась наконец возможность увидеть фотографию кандидатов губернатора от КПСС Олега Булаева. Агитацию он, похоже, совсем не ведет. Его фото нет даже на сайте Волгоградской гордумы, хотя он депутат сентября 2013 года. Биографическая справка о Булаеве по сравнению с остальными тремя кандидатами самая скупая. А судя по агиткам КПСС, избирателям предлагается голосовать за Сталина или Брежнева. Напомним, помимо кандидата от КПСС, на должность губернатора претендует Дмитрий Литвинцев, выдвинутый ЛДПР, справорос Олег Михеев и Андрей Бочаров от партии «Единая Россия». Выборы 14 сентября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова